Монохромность, сочетание земляных серовато-коричневых цветов. Полотна Надежды Цикулины отличаются спокойной гаммой, которая, как говорит автор, не отвлекает от идеи работ. Надежда Цикулина сейчас живет в Германии, но ее творчество знают и любят в Твери. В 70-х годах, после окончания института имени Сурикова, она преподавала в Калининском художественном училище. Последние несколько лет Надежда Цикулина разрабатывает новое творческое направление. Спиритуализм, то есть духовность в живописи, это именно направление, потому что духовность, она присутствует во всей живописи. Через философию я пришла к определенным результатам в живописи, то есть я отошла от ученичества в живописи и перешла к философскому символизму. На первый взгляд, полотна можно отнести к направлению абстракционизма, но это не так. Это реалистические работы, в которых присутствует доля фантазии, говорит художница. Это некий вариант символизма. Надежда Цикулина отдает общее название картинам, ожившие формы. Все предметы автор пишет с натуры. На создание ряда полотен Надежду Цикулину вдохновляет простая мятая бумага или фольга. Например, эта работа написана с мятого листа. Как отмечает художник, в этих линиях можно увидеть различные сюжеты. Здесь автор изобразила себя в окружении людей. Авторские книги – это продолжение художественного творчества Надежды Цикулиной. О направлении спиритуализма вышла книга еще в 2009 году. Сегодня автор представляет новое издание «Дух времени и искусство». Художница дает оценку и так называемого актуального искусства. Тестую действительно против того, что называется сейчас искусством, то, что на самом деле не искусство. Как, например, там, допустим, может быть, просто какая-то бумага мятая, или есть такое произведение «Дерьмо художника в банке». Это такое действительно есть, и это называется произведением искусства. С моей точки зрения невозможно это назвать произведением искусства, потому что это сделала природа, а не сам художник. Почитать книги Надежды Цикулиной и познакомиться с авторским направлением спиритуализма можно в Горьковской библиотеке до конца ноября.